Дорогие друзья, приветствую вас! Меня зовут Марина Синейникова, и мы сегодня будем продолжать с вами практики. Выполним мы пронояму, которая называется аналома-велома. Она создана для того, чтобы гармонизировать энергию в нашем теле. У нас существует два канала, солнечный и лунный, ида и пингала. Левый канал связан с левой ноздрелой, он, соответственно, называется ида. И в нем течет лунная энергия. И в момент, когда активизируется этот канал, у нас активизируется парасимпатическая нервная система. То есть наше давление понижается, сердцебиение замедляется, улучшается пищеварение, улучшаются, активизируются процессы восстановления клеток и так далее. Канал правый, связанный с правой ноздрелой, соответственно, называется пингала. Это солнечный канал, и в нем течет солнечная энергия. Соответственно, когда активизируется пингала, у нас активизируется симпатическая нервная система, которая связана с повышением артериального давления, активизацией мышечной, активизацией нервной, внутренней. И, соответственно, если в каком-то из этих каналов у нас энергия разбалансирована, то есть не хватает энергии, либо ее слишком много, то и это будет отражаться на нашем состоянии внутреннем и физическом. Поэтому очень важно гармонизировать энергию в этих двух каналах, они как сообщающиеся сосуды. И нужно уравновешивать эту энергию, чтобы всегда был баланс. То есть было достаточно и в Иде, и в Пингале солнечной и лунной энергии. Соответственно, анулом и вилома – это простой вариант проноямы, такой самый начинающий, базовый, для того, чтобы можно было как-то гармонизировать свое состояние. Эту пронояму, соответственно, мы можем выполнять и вечером, и утром, независимо от времени суток, в любое удобное для вас время, когда вы можете сосредоточиться на своем дыхании, и уделить себе какой-то определенный небольшой промежуток времени. Мы садимся в удобное положение, удлиняемся от копчика к макушке. Старайтесь, чтобы ваше тело не проваливалось, чтобы вы сидели ровно, спокойно поддерживая свою спинку. Осознаем дыхание, закрываем глаза, чувствуем движение тела во время дыхания. И замедляем ритм дыхания, углубляем вдохи, растягиваем выдохи, чувствуем поток воздуха, скользящий вдоль носовых ходов, наполняющий ваше тело. Попробуйте ввести внутренний счет, посчитать, на какое количество счетов вы делаете вдох и на какое количество счетов выдох. И если получается, то создаем пропорцию 1 к 2, где выдох в 2 раза длиннее, чем вдох. Это может быть любая пропорция, 2-4, 3-6 и так далее. Наблюдаем за дыханием, делая его в каждом цикле глубже и медленнее. Соблюдаем пропорцию, где выдох в 2 раза длиннее, чем вдох. Почувствуйте, как изменился ритм вашего дыхания, и он уже отличается от обычного. Вы сосредоточены в настоящем моменте, и все ваше внимание переключено на процесс дыхания. Далее осознайте свою правую руку и приведите 2 пальца, указательный и средний, к ладоням. А безымянный мизинец можно собрать вместе, либо перекрестить их, как вам удобнее. Большой палец свободен. Если будет затекать плечо, то вы можете левой рукой поддерживать свой локоть, в зависимости от продолжительности выполнения этой пранаяны. Далее перекрываем большим пальцем правую ноздрю и дышим только левой ноздрю, соблюдая этот же ритм дыхания, такой же медленный, по возможности, пропорцию 1 к 2. Закрываем глаза и продолжаем дышать медленно, наблюдая за потоком воздуха через левую ноздрю. Почувствуйте, насколько свободно ваше дыхание, насколько открыт в данный момент левый носовой ход. Постарайтесь не пробивать его, если он немножечко подзаложен. Растяните струю воздуха, сделайте ее более тонкой, скользящей. Медленно втягиваем воздух на вдохе и выдыхаем на выдохе. Понаблюдайте за ощущениями, которые появляются в левом носовом ходе в момент наполнения и освобождения, очищения. Сделаем медленный вдох, выдох. И безымянным пальцем перекроем левую ноздрю. На выдохе начинаем цикл дыхания с правой. Выдох и вдох. Обратите внимание, что разница в ощущениях в двух носовых ходах может быть очень явной. Просто наблюдаем, не оцениваем этот момент. Почувствуйте поток воздуха, который течет через правый носовой ход. Наблюдая за всеми ощущениями, которыми он наполнен. Медленный вдох и выдох. Помните о пропорции, которые мы по возможности соблюдаем. Далее начинаем перекидывать энергию из одного канала в другой. Начинаем делать вдох правой ноздрюой. Перекрываем большим пальцем и выдыхаем левой ноздрюой. Остаемся здесь же и делаем вдох левой ноздрюой. Перекрываем ее безымянным пальцем и выдыхаем правой. Начинаем новый цикл. Вдох с правой ноздрю. Перекрываем ее большим пальцем и выдыхаем левой. И так далее. То есть там, где мы начинаем делать выдох, там мы делаем вдох. Наблюдаем за потоком воздуха, за переключением внимания с одного носового хода на другой. Там, где выдох, там начинаем делать вдох. И выдыхаем другим носовым ходом. Обратите внимание на свои ощущения. На то, как меняется состояние. Продолжайте дышать. Удерживая все внимание на процессе. Почувствуйте, как ваша энергия приходит в гармоничное состояние. Ваш ум успокаивается. Внутреннее пространство освобождается. Завершаем цикл дыхания. На выдохе через левую ноздрю. Опускаем правую руку вниз. И продолжаем наблюдать. Отпустив контроль за дыханием, дышим естественно, в комфортном, медленном режиме. Благодарю вас за сегодняшнюю практику. Вы можете продолжать ее выполнять столько, сколько вы чувствуете себя в комфортном состоянии. Достаточно долго. Начинаем с небольшого промежутка времени. И соответственно, по мере своих ощущений и возможностей, мы можем удлинять нашу практику. До скорых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова